Новость о закрытии в России ресторанов быстрого питания Макдональдс вызвала массу обсуждений. И пока одни россияне радовались, аргументируя свои эмоции тем, что наконец-то в стране станет меньше вредной еды, другие сильно горевали и даже собирались устраивать прощальные обеды. Однако аппетитные булочки с горячими котлетками покидать Россию не спешат. Макдональдс продолжает работать в разных городах страны. Например, «Комсомольская правда» сообщает о продолжении работы сети фастфуда в Москве. После дня «Х» Мак продолжил кормить и барнаульцев. Такая публикация появилась на Банкфаксе. По словам директора по маркетингу ГИДа, все филиалы работают в штатном режиме. Распоряжение по закрытию от руководства не поступало. Также, по ее словам, компания управляет 25 ресторанами Макдональдс в Новосибирской, Томской, Кемеровских областях, Республике Алтай, Красноярском и Алтайском краях. В Барнауле, к слову, работают три ресторана в торговых центрах «Весна», «Лето» и «Галактика». Так что все слухи о закрытии Макдональдса оказались фейком. Жители России останутся без сахара. О том, что стране грозит дефицит сладкого песка, писали разные СМИ, в том числе и федеральные. Так, например, в публикации «Коммерсанта» сказано, что отсутствие сахара возникнет из-за санкций и разрыва транспортных цепочек. Однако позже выяснилось, что эта новость тоже фейк. То, что опустили полки в некоторых магазинах страны, это лишь потому, что поставщики ждут увеличения цен, а потому временно снизили свои поставки. Так прокомментировал ситуацию статс-секретарь замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Также он заявил, что в стране полно сахара. Кроме того, пустые прилавки возникли в том числе и из-за искусственного ажиотажа потребителей. Россияне начали скупать сахар, как в начале пандемии. Но опасаться дефицита все же не стоит. Сахара хватит всем. Лондонская точка обмена интернет-трафиком отключила Мегафон и Ростелеком. Такая новость появилась на сайте Хабр. В публикации говорится о том, что такие изменения повлияют на скорость интернета для пользователей в России, так как трафик пойдет через Азию. Однако вскоре СМИ буквально один за другим начали опубликовать опровержения. Фейк прокомментировали в Минцифры. По словам ведомства, на скорость и качество соединения отечественных операторов отключение не повлияет. Трафик будет распределен на другие узлы обмена интернет-трафиком. Не остался в стороне и Мегафон. В компании заявили, что за последние несколько лет интернет-трафик, который проходил через лондонскую точку обмена, значительно снизился. Поэтому в конце прошлого года они сами запланировали прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Продолжение следует...